Неожиданностей не было, скажу откровенно, но у нас достаточно много замечаний на манеру изложения тех доказательств, которые якобы присутствовали в деле. Готовер Финдашин ввел первую гранату, забаниковал, находясь в крайней степени нервного напряжения, дернул щиту второй, полагая, что выдернул ее, а на самом деле он ее не выдернул, а разогнул кольцо. Он думал, что привел ее в головы к лавшине и кинул, попал со второго манера в гараж, в котором находился Смольский, но она не задавалась. И чего понятно? Она упала к ногам Смольского металлический балбан. Смольский прекрасно понял, откуда ему прилетело. Судите сами. Конфликтов у него ни с кем, кроме Фургала и Нестерякова, не было. Но конкурент по бизнесу только один. Миф о братстве. Оплаченные краны пытались отобрать представители Митлана. Приезжали толпой 8-9 человек, ну 10 человек, на 4 машину. С угрозами, лево, нестили цену показания всех приколов. На футболах. Затем пошел крана. В итоге ему пришлось отдать заявление в милицию, инициировали фургаловый стряковок. Вынудились ехать. С массивного места создавали проблемы, угрожали. В тихом провинциальном прогрессе, ни до, ни после, даже в реке 90-е, никто с гранатами не пекался. Мы не уверены до конца, что эти доказательства были в свое время представлены присяжным заседателям. Я знаю, мой проститель. Извините, пожалуйста, я буду постановить вопрос прокурора. Во-первых, сейчас красиво выступает Александр Ильич. Можно сказать, красивая речь, я нарушу, но единственное, он садится сейчас на те обстоятельства, которые в присутствии в мерсиаде заседателя не устанавливались. И в ходе судебного следствия не исследовались. Мы никогда не говорили, никто здесь показаний не давал, что предыдущий межедневник вообще существовал. Поскольку данный случай прокурор-корбенник не вышел на пределы, он не сделал свой, так сказать, свой вывод на то, что... У нас не обтекает здесь, значит, записи, а с учетом того, что фургал ввел записи достаточно постоянно, кропотливо, то предшествовать... Вы присадивайтесь. Вы делаете вывод из этого ежедневника? Я же wtedy ваше свадьболожение? Тот ежедневник, который был уничтожен, мы не знаем вообще, был ли он. Поэтому говорить о том, что он уничтожен, как минимум, на мой взгляд, еще раз повторюсь, исключительно исходя из моего мнения, я считаю неверным так трактовать доказательства. Могла ли следователь Хабаровской прокуратуры Ирина Глаголева еще тогда направить это дело в суд? Ну, конечно, могла. Но был риск заплатить самую высокую цену. В итоге понадобилось 18 лет, чтобы это дело оказалось в суде, и чтобы лица, которые совершили это преступление, представили в суде. Анализ этого ежедневника основан исключительно на предположениях стороны обвинения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok